Всем привет! Это урок номер 5. Я расскажу про функции, которые позволяют вызывать несколько черепашек на наше поле для рисования. Раньше мы рисовали одной черепашкой, мы можем теперь ей помощников вызвать. Целый отряд, легион. И при этом мы можем выбрать некоторых черепашек, некоторых черепашек отправить отдыхать, выбрать несколько черепашек и дать им одни и те же команды. Например, отряд левых черепашек будет рисовать дом, а отряд правых черепашек будет рисовать ракету. И все это будут делать они одновременно с помощью одной команды. Стандартные команды движения черепашки одной вы знаете. Вперед, повернись, подожди. Про углы поворота тоже знаете наши черепашки. Так, вот полезная функция, которая возвращает случайное число. rent в скобочках пишем то число, до которого мы хотим бросать кубики. Например, мы хотим получить число от 0 до 9. Тогда мы должны вызвать эту функцию вот так. rent в скобочках десятка. Тогда у нас в переменной cc будет любое число из 0. Ага, у меня тут двойка пропущена. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну до 9. Можете в своей программе первой строчкой написать, например, функция print, скобочка. А в скобочках вызвать rent и в скобочках 10. Позапускать. Не забудьте только все скобки закрыть. Еще будет одна закрывающаяся скобка для принта. И вы посмотрите на экране, какие числа будут выпадать. Это нам пригодится дальше. Определение цвета. Вы, в принципе, знаете, как смешивать цвета, как получить, будем говорить, в баночку с каким-то цветом краски. Эта команда не дает нашей черепашке эту краску. Мы просто получаем какую-то баночку с цветом. Как бы заготовили. Как получить зеленый цвет? Вот есть функция color. Вот здесь подсказка. Смешаем цвета. Добавим только зеленый цвет. Итак, здесь 0, 255, а здесь 0. И получится здесь зеленый цвет. Можно было написать local, зеленый, присвоить, color, 0,255, 0. На эту подсказку можете вернуться. Посмотритесь. Так, rank. Rank – это получение баночки со случайным цветом. Опять же, у черепашки цвет не меняется. Мы просто заготавливаем баночку с каким-то цветом. Потом мы эту баночку с цветом можем дать той или иной черепашке, чтобы она рисовала. Возвращает случайный цвет. Ну, значит, может вернуть красный, зеленый, синий или любой другой оттенок этих цветов. Даже черный может вернуть. Может белый вернуть. Кстати, не пугайтесь. Если вам случайно черепашка с помощью этого цвета, этой функции rank, случайный цвет, выберет белый, то вы эту черепашку не увидите, как она движется. Поэтому перезапускайте свою программу еще раз и уже увидите, скорее всего, не белый. Потому что одновременно, скорее всего, не одновременно, а подряд, одни и те же цвета, скорее всего, не будут попадаться. Итак, если хотим заготовить баночку со случайным цветом, пишем local цвет 2, переменную так я назвал, так придумал, присвоить rank, и у нас в этой баночке будет какой-то случайный цвет. Какой мы не знаем. Каждый раз при новом запуске он случайный. А вот эта функция уже как раз, когда мы можем pen color, мы можем выбрать цвет кисти черепах. Выбранных черепах. Вот у нас есть баночка с заготовленными цветами, которыми мы предыдущими командами. Вот это или вот это и заготовили. Мы теперь можем текущие черепашки, текущие активные, которые у нас не спит, или нескольким черепашкам выбранным. Мы можем им задать цвет их кисти. Мы должны вызвать функцию pen color, а в скобочках должны указать, либо вызвать функцию rank, либо указать переменную, в которой у нас уже хранится этот цвет. Ну или вызвать прям сразу там функцию с каким-то цветом, color такой-то. В примерах я вам покажу. Да, мы сейчас говорили вот про такую ситуацию, задание цвета. А если мы хотим узнать, какой цвет был раньше у черепашки, или какой у нее цвет сейчас? Если мы хотим узнать, какой сейчас цвет в лапах черепашки, мы просто вызываем вот так эту функцию. Local, переменная старый, ну значит старый цвет. Присвоить. Pen cl, скобка-скобка закрывается. Это писать не нужно. И в переменной будет записан текущий цвет, который сейчас у нас в лапах черепашки. Так. Дальше. Команда ширина выбирает толщину рисования линии для черепах. И возвращает старую толщину. Ну то же самое как с цветом. Так что у текущей черепашки, или у нескольких выбранных, можно изменить размер, толщину линии. Как это происходит? Мы можем просто написать вот такой вот вызов функции. Pen size и десяточка. Значит толщина 10 пикселей. Как узнать, какая сейчас у нашей черепашки толщина линии? Просто вызовем pen size, скобка-скобка. И эта функция тогда вернет какое-то значение. Ну какая толщина сейчас у нас линий? По умолчанию, когда мы запускаем нашу программу и не давали никаких команд черепашки, то у черепашки толщина линии единичка и цвет всегда черный. Итак, если мы запустим вот эту команду, то в самом начале нашей программы, то в этой переменной окажется единичка. Потому что функция вернет старое значение, какой была толщина. А в самом начале, как я уже говорил, единичка. Но после того, как оно вернет, оно установит толстую линию нашей черепашки. Так что если мы в следующей строчке вызовем уже вот так нашу функцию. Local star в переменную star присвоить текущая толщина. Здесь видите, числа никакого нет. Значит мы черепашке не говорим, что нужно там толстую или тонкую кисточку взять. Просто мы просим ее, узнай какая толщина сейчас у нашей кисточки. В переменную star заносится как раз толщина. Ну в данном случае десятка бы занеслась. Ну наконец-то. Наконец-то мы добрались до команд, которые создают черепашек на поле. Вы спросите, а как мы раньше-то до этого работали с черепашкой? Ну давайте сейчас пример посмотрим. Так, что у нас делает пример? Пример рисует квадратик. Вот эта вот функция, которую я сам написал. Можно без функции было просто повторять 4 раза вот эти команды. Move, допустим 20. Турн, не будем про это сейчас. Давайте я сверну. Я ее не стираю, просто свернул, чтобы она нам намешалась. Вот, вызываю я эту функцию. Рисование квадрата. И у нас рисуется квадратик. Вот эти строчки закомментированы, так что никаких черепах я не создаю. Но тем не менее рисунок рисуется. Что происходит? Дело в том, что если мы не создаем никаких черепашек, но наша система видит команду Move, двигайся, она для нас специально создает хотя бы одну черепашку. Так что все предыдущие уроки для нас черепашку первую с номером 1 всегда создавали. Так, ладно, не будем на эту функцию смотреть. Давайте теперь вот эту вот функцию, про которую написано. Команда добавит черепашку. Ну хорошо, вот мы добавили черепашку Turtle и запускаем. Ничего не изменилось. Все такой же квадратик. Потому что, ну вы уже, наверное, можете понять, что там мы ее автоматически добавляли, здесь мы ее сами добавили. Но мы можем несколько этих черепашек добавить. И смотрите. Когда у нас черепашка добавляется, она всегда в центре экрана появляется. И всегда смотрит мордочкой направо. Так что, если мы напишем эту команду 5 раз, у нас будет 5 черепашек, стоящих друг на друге в одной точке. Так. Следующая команда. Можно добавить на наше поле черепашку по случайным координатам. Значит, в случайном месте. Turtle добавляет в центре. А Rent, скобка-скобка, добавляет черепашку в любом случайном месте. Причем, смотрите. Если мы вызываем нашу функцию Rent, то добавляется каждый раз новая черепашка. Если мы еще раз вызовем эту функцию, у нас еще одна черепашка добавится. Но, если мы вызовем Rent с каким-то числом в аргументах, то она, наша черепашка, будет искать. Есть у нас уже черепашка с номером 5. Ну, допустим, вот эта пятая черепашка. И что нам эта команда сделает? Она находит эту черепашку, она ее телепортирует в случайное место. Например, сюда. И разворачивает мордочкой сюда. Так что, как будто черепашку ураганом несло, повертело, повертело и бросило на любое место в нашем поле. Но черепашка обязательно внутри нашего поля. Иногда они, правда, на границе появляются. Вот. Ладно. К этому мы еще вернемся. Итак, поняли. Вот это для создания новой черепашки. Эту функцию можно использовать вместо вот этой. Вместо Turtle. Тогда у нас просто черепашка будет случайного цвета, случайного направления появляться. А, ну давайте мы это продемонстрируем. Эту мы забираем. И давайте не забираем, закомментировали. Rent. Что за такое слово Rent? Это Random Turtle. Случайная черепашка. Запускаем. И смотрим на наш квадрат. Видите, квадрат уже здесь нарисовался. В другом месте. Как же так происходит? А все просто. Когда мы вызываем нашу черепашку, случайную, она у нас мордочкой развернута в любое место, в любую сторону. И она, смотря в ту сторону, начинает рисовать квадрат. И цвет у нее случайный. Ну хорошо. Так. А давайте дальше смотреть. Пик. Черепашка, я выбираю тебя. Пика-пика. Так. Пик. Вот это очень важная команда, которая позволяет выбрать... Вы, наверное, играли в какие-нибудь игры. Знаете, что там можно несколько юнитов выбрать одновременно. Может быть, всех, которые видны на экране. Может быть, главного героя выбрать. Можно двух, как на картинке показано. Итак, с помощью этой команды мы можем выбрать несколько черепах. Смотрите. Ну, сколько угодно через запятую можно перечислить. Например, у нас есть 100 черепашек. 100 черепах. Мы вызываем команду Пик-3. Все черепашки садятся. Или я не знаю, как они там отдыхают. Черепашки. Готовой будет слушать наши команды только черепашка с номером 3. Остальные как будто бы уши заткнули и все. Они нас не слышат, не видят. Где они остановились, там и стоят. Ну, хорошо. После того, как мы выбрали третью черепашку, мы можем ей дать какие-то команды. Нарисуй квадрат. Иди вперед. Иди назад. Прыгай там. И так далее. А если мы сделаем вот так? Мы делаем Пик. Выбери черепашку номер 2, черепашку номер 5, четвертую и двенадцатую. А после этого мы отдаем им команды. Что происходит? Все черепашки, все 100 наших черепашек сначала затыкают уши. Не слышат, не веют. Потом уши открывают вторая, пятая, четвертая, двенадцатая черепашки. Только эти четыре черепашки, которых мы указали. А здесь вы поняли, что любые числа могут. И любое количество этих чисел. Можно одну указать, можно две. Можно хоть все 100. Кстати, если мы хотим выбрать сразу всех черепашек, которые у нас есть. Ну, 30, 100 или там 5 у нас черепашек. Нужно просто писать Пик, скобка, скобка. Все, все черепашки откроют уши и будут слушать наши команды. Ну, хорошо, ладно. Вернемся опять к этому. Вот у нас черепашки, четыре только черепашки выделено. Выбрано. Все эти четыре черепашки теперь будут слушать и выполнять синхронно. Одновременно, значит. Мы, например, даем им команду. Вперед. Все четыре черепашки, куда бы они не смотрели мордочками, все по своему направлению пойдут вперед. Если у них были разные цвета при этом, ну, при создании, то их цвета останутся своими. И каждая своим цветом будет рисовать в том направлении. Так. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Давайте случайную черепашку я закомментирую. Сделаем просто черепашку. Сделаем вторую черепашку. Теперь поясняю. Создали первую. Вы поняли. PenColor. Мы черепашке даем красный цвет в лапы. PenColor. Кстати, я забыл сказать, что когда мы создаем черепашку, после этой команды, все остальные черепашки, если хоть одна была у нас на поле, в ранее, на поле для рисования, они все закрывают уши и перестают слушать наши команды. Так что после создания черепашки нас слышит только одна. Самая последняя. Так вот. Мы создали. И эта черепашка теперь сделала активный цвет свой красным. И повернулась на 45 градусов. И она ждет. Ничего не делает. Причем красное перо ничего не рисует. Повернулась влево на 45 градусов. Тут мы создаем вторую черепашку. Номер 2. И второй черепашке мы даем зеленый цвет. И теперь просим нарисовать квадрат. Давайте посмотрим, что же произойдет. Зеленый квадрат появился, а красного квадрата мы не видим. Почему так? А потому что я вам сказал, когда мы создаем новую черепашку, все остальные черепахи, если их было много, они закрывают уши. Ладно. Как это исправить? Давайте мы скажем теперь первой черепахе. Первая черепаха. Рисуй квадрат. Первая или вторая? Вторая. Что я хочу сказать? Первая черепашка всегда создается. Черепашка с номером 1 это всегда черная черепашка. Черного цвета всегда у нас в центре. Так что давайте по-другому наших черепах называть. Это у нас вторая черепашка, а это третья черепашка. Так, давайте тогда... Ну ладно, так, вторая. Вторая должна зеленым цветом рисовать. Нет, вторая красный. Вот он красный, RGB. Так, если мы выберем третью черепашку, то зеленым цветом будет рисовать. Хорошо. Так, а давайте-ка... Раз у нас уже черепашка первая есть, ее создавать не надо, мы ей можем дать команду. Повернись. Но давай не налево, а направо. Например, ты давай на 55 повернись. Запускаем. Ничего не изменилось. Почему? Потому что мы создали три черепашки. Ну, точнее, первая уже создана, мы ее повернули, но никуда не ходили. Хотя, погодите, а почему не ходили? Давайте пусть сходит. Черепашка, двигайся, например, на 100. Отлично. Мы видим, что первая черепашка, которая создана автоматически, у нас уже на поле стоит, который мы рисовали все предыдущие уроки, мы ее повернули направо на 55, вот сюда, и заставили пройти 100 точек, 100 шажков. Хорошо. Вот она прошла. Далее мы создаем вторую черепашку, цвет какой-то ей задали, повернули ее туда-то, потом создали третью черепашку, тоже цвет задали, и выбрали. Командуем только третьей черепашкой. И сказали нарисовать квадрат 30. Ладно. А давайте теперь будем командовать и третьей, и второй черепашкой. Что произойдет? Отлично. Первая, значит, черепашка команды не услышала. Видите, она прошла, стоит здесь. Кстати, давайте покажем всех черепашек. Надеюсь, будет нам показывать черепашек. Да, видно, куда они смотрят у нас. Но не всех. Ну ладно, это не важно. Так. И давайте выберем тогда еще и первую черепашку. Что произойдет? Все очень хорошо. Смотрите. Первая черепашка была повернута на 55 градусов. А давайте ее назад повернем, чтобы она сюда смотрела лицо, мордочкой. Здесь 180 должно быть. Так, запускаем. Да, все отлично. Те черепашки смотрели вперед. Точнее, зеленая смотрела направо. Красную мы развернули немножко вверх. Видите, на 45 градусов. Давайте лучше сделаем вот так. На 90 градусов. Хорошо. Так. И мы создали всех этих черепашек. Развернули. А потом начали отдавать команду сразу трем черепашкам. Помните, чтобы командовать сразу всеми черепашками, можно, в принципе, написать вот так. Пик. И скобочки. И сколько бы у нас черепах не было, оно будет управлять ими. Так. Ну ладно. Это все здорово. Три черепашки у нас. А давайте теперь воспользуемся вот этой вот командой. Командой. Рент. Случайная черепашка. И давайте мы сразу нам черепашек этих нас создаем. Много. Но я хочу пять. Раз, два, три, четыре, пять. Итак. Первая черепашка у нас уже была. Вторую создали. Третью создали. Случайную. Так. Это четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Восемь черепашек. Запускаем. И видите, пик. Давайте пик. Один, два, три. Ничего не изменилось. Ну хорошо, потому что мы командуем теми черепашками. А давайте теперь нашими черепашками первыми не будем командовать. Давайте мы теперь попробуем четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что же произошло? Почему черная линия? Ну понятно. Первую черепашку мы до всяких пиков, до того как мы выбрали, мы ей сразу дали задание. Первая черепашка, повернись и двигай. Вот она подвинулась. А другие черепашки, вторая и третья, они же у нас здесь где-то, они команды не услышали. И первая, и вторая, и третья не услышали, потому что мы выбрали только четвертую, пятую, шестую, седьмую. Когда, помните, когда мы вызываем такую черепашку на поле, она у нас все время в случайном месте. А помните, у рент есть такая... Так, ну во-первых, попробуем всех черепашек выберем. Пик, всех. Отлично. И наши черепашки квадратик нарисовали, первая, вторая, третья, так как мы их тоже выбрали. И все остальные черепашки услышали команду, рисуй квадрат. Молодцы. Так, мы смотрим теперь, что рент можно вызывать с номером. Ну ладно, что же она делает? Если мы номер черепашки укажем, то черепашка не создастся, а будет найдена уже имеющаяся черепашка. Вот у нас и черепашки уже готовы есть. Давайте я закомментирую пока вот так. Здесь мы выберем первую черепашку, рент, вторую и третью. Что же произойдет? Мы видим трех черепашек, почему-то со случайными... Цветами в случайном положении. Сейчас объясню, что случилось. Раз, два, три. Итак, здесь у нас создана... Так, первая черепашка была, вот она нарисовалась. Создали вторую, какой-то цвет ей красный. Создали третью, у нее зеленый цвет. И теперь мы вызвали случайных черепашек с аргументом 1, 2, 3. Когда мы вызываем рент с аргументом, он сначала пытается найти. Эта функция пытается найти, есть ли у нас черепашка с номера 1. Если есть, то новая черепашка не создается. Просто берется первая черепашка, ну в данном случае первая, раскручивается как юла и телепортируется на случайное место на нашем поле. То же самое со второй и с третьей. Так, а давайте, а если мы раскомментируем... Итак, значит, вот здесь создание черепашек не происходит в этих первых строчках. Почему? Потому что у нас уже здесь есть первая, вторая, третья черепашки. Понятно? А здесь мы уже создали черепашки, черепашек. Значит, у нас здесь четвертая создалась и пятая. Команда пик выберет всех черепашек. Как вы можете посчитать, всего 5 черепашек. Ну вот, 5 черепашек видим. Видим, что наши черепашки тоже все перекрасились и куда-то делись. Убираем первую. Перезапускаем. Что произошло? В результате появилась еще одна черепашка. Первые три черепашки созданы. Здесь я единичку убрал, значит, создается еще одна черепашка, уже четвертая. Здесь черепашка не создается. Наша вторая черепашка находится. И ее перекрашивают и бросают куда-то на поле. Так. Можно даже вот как сделать. Пусть каждая из наших черепашек, пусть она тоже рисует линию, как первая. Первая, вторая, третья, пусть они рисуют линию. Вот видите? Первая нарисовала линию и осталась нарисовала квадрат. А вторая и третья успели выполнить команды поворот и движение. После чего их вот этими двумя командами, первую куда-то телепортировали, перекрасили. И вторую. И третью точнее. Вторую и третью. Так. Ну, надеюсь, что-то вам понятно. Уже. Убираем. Пусть у нас создаются случайные черепашки. Так. Что у нас дальше? Еще одна команда. Последняя, наверное, команда. Команда не для случайной телепортации. Видите? Это все здорово, конечно. Но черепашки у нас все время в какие-то случайные места телепортируются. Есть, конечно, команда zero, чтобы точку отсчета центральную менять туда и сюда. Но с этим легко запутаться. Какая команда есть, чтобы почти не путаться? Как сделать так, чтобы мы первую черепашку переместили, например, вот отсюда, телепортнули? Давайте. Я не на слоне буду показывать, потому что вот эта вот часть совпадает с нашим поле для рисования. Так, давайте вот сюда черепашку телепортнем. Посмотрим, какие у нее координаты. Первое число по горизонтали будет. Минус 100, запятая минус 100. Я вам команду еще не успел показать, а уже телепортирую черепашку. Итак, команда черепашки. Позиция. ОС N X Y. Телепортировать выбранную или выбранных черепашек на координаты X и Y. Смотрите, вот, допустим, у нас черепашка была где-то в центре, и мы ей даем координаты 100-100. Давайте посмотрим, что это за координаты 100-100. Вот она была с координатами 0-0, в центре стояла. А смотрим, координаты 100-100. Вот по X сначала, по горизонтали отсчитали 100. Не так, извините. Вот мы выбрали эту точку. Вот точка, куда мы хотим телепортироваться. Так, вот сюда. Так, а черепашка у нас здесь была. Отсчитываем 100 по X и отсчитываем 100 по Y. Координаты этой точки у нас будут 100-100. Давайте нашу первую черепашку, вот она первая. Мы ее... Ну, она у нас уже созданная. И мы ее сразу перемещаем по координатам 100-100. И смотрим, что получилось. Отлично. Видите, вот это центр. А здесь у нас как раз координаты 100-100. Черепашка сюда переместилась. Перед тем, как мы ее попросили повернуться сюда. На 180 градусов она, значит, развернулась. И двигаться вперед 100 шажков. Потом она нарисовала квадрат. Так, а что если мы создадим всех черепашек. Вот мы их всех создали. Выбрали. Пик. Выбрали. И перед тем, как рисовать квадрат, мы их переместим в самое начало координат. В самый центр. А помните, у него координаты у нас 0-0. Ну вот можно посмотреть. Где у нас центр? Вот он. 0,0 позиции. Выбрали. Переместили. Что произошло? Когда мы создали этих черепашек. Они разбросаны по всему экрану. И они разных цветов. Они мордочками направлены в разные направления. Но тем не менее, несмотря на все это, мы им не давали никаких команд рисования. Так что мы видим, что следы, вот три следа, это только от первых черепашек остались. Потому что, видите, мы первым черепашкам, первой, второй, третьей, мы давали задание. Move, move, move. Вот они оставили за собой следы. А после этого мы создали еще пять черепашек случайных. Они где-то, мы их не видим, так как следов никаких не было. После этого мы выбрали всех черепах и телепортировали их в центр. Но при этом мордочки-то у каждой случайной черепашки остались смотреть туда, куда они смотрели. У кого-то сюда смотрел, у кого-то сюда, у кого-то сюда смотрела мордочка. И после этого сразу всему отряду наших черепак мы дали команду. Рисуй квадрат. Кстати, у меня в этой функции можно квадрат рисовать, например. Размер. Так, может быть даже... Нет, с 30 было понятнее. Так, смотрим, что у нас. Какие еще остались команды. Мне кажется, это последняя команда. Ну, тут уже задание. Задание. Давайте попробуем нарисуем нашими черепашками случайными пунктирную линию. Давайте мы всех черепашек дадим им команду не рисовать квадрат, а напишем функцию рисования пунктирной линии. Назвал пункт. Не будем никаких параметров. Так, пунктир... А, нет, давайте параметр, сколько пунктирчиков нарисовать. Допустим, N. For E от 1 до N. Значит, до количества пунктирчиков. Каждый пунктир у нас будет, допустим, 5 шажков. 5 шажков. И один, точнее, один прыжок. Помните? Команда Jump. Когда черепашка прыгает, она не рисует. А рисует только при Move. Никаких поворотов нам не надо. Ну, все отлично. Давайте теперь... Черепашки, как были созданы, так и созданы. Пиком они выбраны все. Все перенесены в начале. И мы теперь их просим пунктир нарисовать. Из скольки стежков? Допустим, с 20. Опускаем. Смотрите, как красиво получилось. Так. А если мы их не будем после команды пик переносить в самое начало? Они, значит, останутся. Наши черепашки 1, 2, 3 на своих местах, где они всегда. А случайно всегда на новых. Запускаем. Смотрим. Ну, видно, что черепашки, конечно, смотрели в разные стороны. Вот видно, что красная наша черепашка, вторая уже вылезла куда-то за экран. Ну, отлично. Так. Давайте теперь попробуем, нарисуем 8 пунктиров. Горизонтальных, наверное, не получится. Ну, ладно, получится. Давайте вместо случайных черепашек я создаю обычных черепашек. Смотрите, что произошло. Дело в том, что когда мы создаем черепашек в начале координат, они друг на друге. Если они будут одни и те же команды выполнять, то мы их не увидим. Эти черепашки ходят одновременно. И рисуют одновременно. Так. Что же тогда сделать? Мы должны всех черепашек... Я убираю все повороты наших черепах. Так, я даже так сделаю. Давайте сохраню. Сохраню. Возвращаю. Потому что здесь красивая картинка получалась у нас, да? Так. Кстати, давайте попробуем, чтобы они сначала рисовали квадрат, потом пунктир, и потом рисовали еще один квадрат. Пунктиры поменьше сделаю, чтобы они... Так, и квадрат, например, поменьше. Так, ладно. Пунктиров побольше. И квадрат побольше. Тоже симпатичное, конечно, получилось. Вы обязательно, если этот урок посмотрите, обязательно попробуйте, поэкспериментируйте. Сами с такими вещами. Итак, я сохраняю... Здесь сделаю пунктир, и все, конец нашего урока. Не пунктир, я хочу сделать параллельные линии пунктира. Вот так, как я мышке показываю. Это первая линия прошла, потом вторая, третья, четвертая, пятая. Так, что нам для этого нужно? Черепашек показали. Позиции нам не нужно никакие давать. Повороты никакие не надо, никаких движений. Первая черепашка есть. Так, вторая черепашка, точнее третья черепашка есть. Так, и я должен заменить всех черепашек. Чтобы они все у нас смотрели вправо. Всего у нас восемь черепашек. Это я себе напоминалку, потому что тут считать, замучимся. Выбираем всех черепашек. Все восемь выбраны здесь. Сейчас я им толщину пера выберу. Помните, толщина? Pen Size. Давайте, пусть она будет, например, троечка. Три. Так, давайте выберем им цвет. Случайный цвет, пусть берется. Так, позиции мне не нужно. Давайте запускаем. Мы видим, что как будто одна черепашка у нас сходила. Почему? Потому что мы создали просто черепашек. Черепашки созданы в начале. Потом мы выбрали их всех одинаково. Всем одинаковую толщину задали. Виние. Всем одинаковый цвет достался. Так как они выбраны, то эта команда, цвет, пиро, Pen Color, она сразу ко всем черепашкам применилась. Так. Квадраты нам не нужны. Я хочу пунктир. Но опять же, пунктир как будто одна черепашка. Как нам расположить черепашек вот так, вертикально, например? Или вот здесь хотя бы вертикально? Но давайте воспользуемся циклом. For и от 1 до 8 у нас всего 8 черепашек. Как выбрать черепашку, чтобы не всех черепашек передвигать, а только конкретную? У нас в цикле и будет увеличиваться. Сначала при первом проходе единичка, потом двойка, треть, четверт, и так далее. Так. Поэтому мы выбираем вот так. Пик и выбери черепашку, номер которой находится в и. И установи для нашей черепашки с номерами координаты такие. По х пусть остается 0, а по у будет вот так. Например, и умножить на 20. Ну, давайте посмотрим, что происходит. Так. Какая-то у меня ошибка. Нет, ошибки нет. И видно, что почему-то все черепашки, точнее не все черепашки, почему-то у нас только здесь линия нарисовалась. В чем дело? А все понятно. Видите, у нас при последнем проходе этого цикла выбранная осталась восьмая черепашка. А нам нужно снова выбрать после того, как цикл закончился. Давайте мы выберем всех черепашек, чтобы всем командовать. Ну, по-моему, отлично. По-моему, отлично. Так. А как сделать, чтобы у каждого пунктира был свой цвет? Ну, можно в этот же цикл, где мы расставляем наших черепашек. Давайте я вот так сделаю. Минус 200, например. Позиция. Так. Давайте посмотрим, как у нас будет. Да, вот отсюда начинают. Давайте пунктиров добавим. В два раза можно больше. Даже чуть больше. 35. Почти через все поле нарисовали. Давайте 45 посмотрим. Толишку. Пусть будет 40. Отлично. Так. Как расстояние между этими линиями менять? Вот оно здесь. Видите? Координату я устанавливаю в минус 200. Видите, координаты, где у нас смотрим? Минус 200. Это где-то вот здесь. Вот она. Вот где-то с этой полосочки будет начинаться. Минус 200. А по вертикалю я ей говорю ну вы сами умножайте. 1 умножить на 20 вот и будет первая координата. 1 умножить на 20. Значит 1 умножить на 20 это 20. Ну и значит где-то вот здесь первая начнется. потом 2 умножить на 20 вот здесь где-то 40 потом 3 умножить на 20 вот здесь 60 и так далее. Так. Можно сделать например вот так. Повыше их сделать как минус 100. Минус 100. Смотрим на наши координаты. Да. У нас начинается отсюда. А если мы сделаем минус 100 то у нас отсюда поднимется куда-то вверх. Давайте запустим. посмотрим. Да. Ну 100 мало. Может быть еще больше. Можно давайте минус 200. 200. Отлично. Они рисуются теперь. А давайте теперь расстояние между нашими линиями увеличим. Как? А вот оно у нас здесь. Умножение. Умножение давайте на 50. Многовато. 40. В самый раз. Как теперь сделать чтобы у нас каждая из этих линий была своего случайного цвета. Все просто. Мы давайте не будем красить их одновременно. А мы будем после выбора конкретно черепашки вот здесь пик выбирается первая или вторая и так далее. И мы ей уже даем свой цвет. Ну и понятно что теперь при перезапуске у нас все время будут разные цвета. Очень хорошо. А что делать чтобы у нас каждый пунктирчик был другим цветом? Здесь уже мы ничего исправить не можем. Мы можем эту команду ну это уже как бонус. Понятно что урок закончен. В рисование пунктира просто перед каждым рисованием пунктирчика меняем цвет у текущей черепашки. Так. А что же у нас случилось плохого? Почему у всех повторяется? А дело вот в чем. Смотрите. После того как я разместил наших черепашек стартовые позиции я их разместил вот здесь вот одна, вторая, треть, четвертая и так далее я их выбрал вот этой командой. Здесь же мы ничего не рисуем ничего не вызываем это просто позицию позицию наших черепашек мы выставляли. Здесь мы выбираем всех черепашек и всем одновременно даем команду пункт. А раз черепашки все выбраны и раз рисуется этот пункт а здесь встречается выбор цвета то то этот цвет окрашивает сразу всех черепашек. Потому что когда идет эта команда а выбраны все восемь черепашек то все восемь черепашек начинаются из своих мест двигаться как это исправить что же сделать можно просто повторить наш цикл пик не нужен нам этот опять выбираем от первой до восьмой черепашки здесь у нас уже никакие координаты не нужны и рисование пункта переносим сюда все отлично теперь черепашки не одновременно работали а так как выбраны а давайте будем давайте вот так сделаем от одного до четырех а выбирать я буду черепашку которая в i и черепашку которая в i умножить на 2 как вы думаете что произойдет будут выбраны две черепашки сначала в i у нас единичка значит сюда поставим единичку а единичка умножить на 2 двоечка отпускаем не так не нужно и на 2 значит и плюс 4 и плюс 4 что это даст смотрим вот то что я хотел еще раз запускаем ну ладно видно что с помощью черепашки можно рисовать очень интересные вещи на этом урок я заканчиваю до новых встреч обязательно сами загружайте под видео с черепашками обычно указана ссылка где все эти уроки лежат тексты вот по крайней мере то что мы сегодня разбирали вот эти тексты можно скачать себе скопировать чтобы не набирать все с экрана вот и там уже экспериментировать до новых встреч за субтитры